Привет, мои хорошие! С вами Селена Свои, и сегодня я решила приготовить для вас, ну, точнее, для себя приготовить, потому что я снова голодная, и пора уже что-то приготовить, и показать вам суп из броккори. Крем-суп, который я очень-очень люблю. Но я как-то выставляла в Инстаграм, представляете, и забыла даже, как это делать. И хорошо, что я выставила в Инстаграм, и одна из подписчиц у меня спросила рецептик, я ей написала. Я вспоминаю, думаю, глянь, что туда клала? Не ложила, а клала. Вот, и я же выложила всё это в Инстаграм, и захожу обратно туда, нахожу эту девушку, и смотрю, да, действительно, написала ей, вспомнила, как это делается. Но сейчас я сделаю немного по-другому, потому что у меня нет зелени, у меня есть сушёная зелень, но я её туда обязательно тоже добавлю. Но вместо зелени я ещё решила добавить, не вместо зелени, а просто ещё решила добавить морковки. Ну да, вместо зелени, как бы я думаю, что туда ещё добавить, но решила морковку. Итак, приступим! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Устала, всё жарится, парится, малыш уснул, не там, но не видно. Сначала звала-звала меня, говорю, ну что надо, ну мама готовит, ну как, а как надо кушать, я голодная вообще ещё. Время, на самом деле, вот пол седьмого, чтобы вы понимали, пол седьмого, я за всё это время, за день, сейчас говорю, а меня аж тошнит, съела два печенька с маслом и пол пачки чипсов, ну не пачки, а пол этого, из фикс прайса, половинку, серебристые штуки половинку, короче, четверть пачки. И всё, я даже чай не попила, вы понимаете? Или нет, или пила чай с печеньком, я не помню. Ну в общем, мы уже поспать днём успели, его несколько раз покормила, сама ещё не ела, потому что надо приготовить, ничего нету. Скорее бы, осталось совсем чуть-чуть. Не люблю готовить, я уже... Ага, нет, не говорила. Ну, скажу, 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 это в 50 фактов обо мне. Сидела, писала долго, все 50 фактов. Все 50 фактов. Я думаю, их больше, ну, которые в голову первые приходили, писала, что я не люблю готовить. Я люблю готовить быстро, и вот когда я начинаю готовить, я сразу стараюсь готовить всё вместе. Сразу несколько блюд приготовить, чтобы затарить в холодильник и всё. И потом только есть, кайфовать. Курица, кстати, приготовилась, вот так я её жарю, буквально, ну, жарю, варю, парю, там можно водичкой залить ещё буквально 10 минут, и она готова. Так что она у нас уже приготовилась. А овощи ждём, пока стынет. И, кстати, решила приготовить вам именно в этот период, потому что, когда я голодная, ну, в плане, когда я голодная период, потому что, когда я голодная, как-то еда получается очень вкусная, я прям туда душу такую вкладываю, хочу очень вкусно поесть. Поэтому я сейчас решила, думаю, блин, хотела быстро приготовить, потому что камеру доставать, свет устанавливать, всё это вот снимать, прежде чем что-то сделать, ну, как бы это нелегко на самом деле. Ну, да, особенно если ты ещё очень голодная. Как бы мне это несложно, но это и нелегко, потому что это нужно время, надо заморочиться, быстро сделать. Но так как я о вас думаю, я думаю, сделаю именно в этот период, пусть всё будет супер-пупер вкусно, тем более два блюда сразу. Ну вот, я и дождалась, одно блюдо у нас готово, и я буду есть его. Но я буду есть его вот с этими помидорчиками и огурчиками из фикс-прайса, потому что они мне очень нравятся, они очень вкусные, я прям даже и не знала, и не покупала никогда такие. И с хлебцами, естественно, потому что хлеба у меня уже два дня дома нет. Ну, попробуем. Что же получилось? Я на самом деле никогда ещё не жарила, ну, то есть я курицу жарила с ножками, а вот без ножек ещё ни разу не жарила. Я столько для себя открыла вот эти вот, что там без, вот это вот красное мясо и без кости. Я ем. Я ем. В общем, мне понравилось, очень вкусно, мясо очень нежное, но оно жирноватое, даже на сковородке можно увидеть, что прям жир с него сошёл. Ну, я не брезгую, ничего страшного, жирка там не так, чтобы прям много, хотя много, ну, неважно, как бы, мне всё равно, я не боюсь поправиться, потому что спорт рулит и после шести много не есть. Хотя я ем ночами, но не суть. В общем, ем, что хочу, пока нет критической ситуации, я не заморачиваюсь над этим. Что ещё хотела сказать? А, немного недосолила. Ну, ничего страшного, ну, как бы, вот знаете, соль вообще, она же вредна, она же на суставы очень сильно влияет. И соли нужно есть поменьше. Тем более хлебцы солёные, вот, кстати, не буду досаливать. Ну, может быть, немножко досолю. А, подождите, ещё солёные огурчики. Не, не буду досаливать, точно не буду досаливать, потому что огурцы и хлебцы, хлебцы. Всё. Я пошла пока есть, вы оставайтесь. Музыка. 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 Ну, что, мои хорошие, вот наш супчик и готов. Такой красивенький. В этот раз я его сделала немножечко по-другому, чем обычно, но я уже его попробовала на вкус, пока готовила. И, в общем-то, он вкусный. Сейчас я его попробую ещё раз, вот уже когда он весь-весь-весь приготовился. Я, конечно, уже устала, утомилась немного, потому что маленький проснулся, он уже меня зовёт. Сыночка, я иду, солнышко. Всё, вот мама уже приготовила всё. Хотя не есть ничего, не хочется, просто внимательно. Пробуем. Изумительно. Всё, мои хорошие, приятного вам аппетита. Надеюсь, вам что-то понравилось и было полезным. Я побежала к маленькому. Я с вами прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока. Лайк, подписка обязательно. Лайк, подписка.